Три четверти россиян точно знают дату начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. Но при этом лишь половина молодежи могут назвать этот день. Подробности участия своих родственников в той войне знают 40% опрошенных благодаря семейным архивам и рассказам близких. Таковы данные Всероссийского центра общественного мнения. В России отметили День памяти и скорби. Тяжелая, кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей. Такой она осталась в истории и памяти нашего народа. Большой вклад в победу внесли и жители Татарии, и сотрудники Казанского университета. Здравствуйте, это КФУ. Итоги недели. Сегодня в программе мы поговорим. Основные условия и критерии, как я уже сказал, кампании этого года, это нужно в определенный срок подать документы на направление. Важный выбор. Какие изменения и правила приемной кампании 2022 года? Это студенты тюркских стран, это студенты европейских стран, это африканские студенты. Язык мой, друг мой. Почему иностранные студенты чаще всего выбирают институт филологии? В этом году мы выпускаем 96 ребят, которые, я надеюсь, прославят наших лицей. Естественно, интеллектуальный отбор. Каковы итоги года и результаты приема в лицее имени Лобачевского? Мы надеемся, позволят разработать селективные лекарства против кандиды. Попасть точно в мишень. Как казанские ученые разрабатывают препарат против патогенного грибка. Во всех вузах страны стартовала приемная кампания. Планируется, что Казанский университет в этом году пополнится более 14 тысячами новобранцев-студентов. При этом почти половина мест оплачена из бюджета. Выбравшие Казанский федеральный университет абитуриенты со 100 баллами получат специальную стипендию от вуза. Есть и другие формы поддержки талантливой молодежи. В целом, по России тенденция на увеличение бюджетных мест. Больше всего их выделено на инженерные и технические специальности. Также в авангарде педагогика, медицина и сельское хозяйство. Для абитуриентов доступно 4 способа выбрать высшее учебное заведение. Как очно, так и онлайн. Среди них личная подача документов, работа суперсервиса, поступление в ВУЗ онлайн и другие. Система поступления из года в год становится все более сложной, но в то же время открытой. Здесь играют роль даты зачисления в зависимости от того, по какому принципу зачисляются будущие студенты. По льготам, квоте или на общих основаниях. А на некоторых специализациях есть и дополнительные внутренние испытания. О том, каков график приемной кампании и в чем ее особенности, расскажет Эльвина Минобуддинова. Пора сдачи ЕГЭ подошла к концу. Дело осталось за малым. Получить аттестат и направить все внимание на поступление в ВУЗ с необходимыми документами. Но как это сделать, задаются вопросами абитуриенты. 20 июня приемная кампания КФУ открыла свои двери для всех выпускников школ, теперь уже абитуриентов. В этом году желающие поступить смогут традиционно подать документы как в цифровом формате, так и в очном. Паспорт, аттестат, а также анкета. Перечень документов для поступления остается неизменным. Но некоторые нововведения все же есть. Кажется, еще недавно поступление представляло собой длительный процесс. Огромные очереди из абитуриентов – долгое ожидание. А для некоторых и вовсе – поездка в другой город. Теперь каждый может подать документы в ВУЗ на расстояние с помощью гаджетов. Раньше такое казалось невозможным, но времена изменились. Теперь и сама приемная комиссия склоняет к подаче документов в онлайн-форме. Но все же мы ориентируем подавать документы через наши цифровые ресурсы. Это удобно, это не требует дополнительного времени на перемещение. И я думаю, что мы подготовили наш сайт таким образом, что это сделать гораздо легче, чем придя сюда очно. Подача документов онлайн реализуется через портал Госуслуг и ВУЗа. Социально-образовательная сеть называется «Буду студентам». Но приверженцев живого общения не обходят стороной. Приемная комиссия КФУ готова радушно встретить лично каждого. Здесь проконсультируют, расскажут о направлениях обучения и даже при необходимости помогут с выбором. При входе в здание абитуриент попадает в консультативную зону. Здесь находятся представители разных институтов КФУ. Все тонкости поступления на желаемую специальность каждый абитуриент может узнать самостоятельно. Все просто. Для этого нужно лишь подойти в нужный институт. К примеру, приемная компания Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. В институте 10 совершенно разных программ обучения. В рамках нашего института вы можете поступить на разные специальности. Это политология, философия, социология, теология, религиоведение. Направлений множество. Осталось только выбрать подходящее. Но когда подать документы? Для желающих поступить по общему конкурсу на программы бакалавриата и специалитета, прием документов продлится до 25 июля. Для особых направлений, где необходима сдача вступительных испытаний, срок подачи до 15 июля. А согласие на зачисление необходимо предоставить уже в августе. Основные условия и критерии, как я уже сказал, компании этого года, это нужно в определенный срок подать документы на направление и затем предоставить согласие о зачислении и оригинал документа образования в ВУЗ до определенной даты. Существует и так называемая приоритетная волна зачисления в рамках особых квот. Это победители и призеры Олимпиад, а также поступающие в рамках целевого набора. С этого года добавился особый вид квоты для детей военнослужащих, участников спецоперации. Ну и главный, волнующий абитуриентов вопрос – сколько же бюджетных мест в этом году? Казанские федеральные университеты в целом в ВУЗе Татарстана получили дополнительные цифры приема, на которые можно принять в рамках бюджета Российской Федерации по программам магистратуры. Это более 250 мест. И таким образом на приемную кампанию 2022 года Казанский федеральный университет по программам бакалавриата специалитета магистратуры очной, очно-заочной и заочной формы обучения примет более 7300 студентов, уже студентов. То есть по внебюджетным формам обучения цифра приблизительно такая же. То есть около 7 тысяч абитуриентов будут зачислены в рамках внебюджетного конкурса, то есть на договорной основе. И получается, что 14 тысяч абитуриентов в целом планируется зачислить на первый курс по программам бакалавриата специалитета магистратуры. Но на этом не все. Вместе с программами среднепрофессионального образования, ординатурой и аспирантурой количество мест приблизится к 15 тысячам. Сегодня более 150 человек задействованы в работе приемной кампании. С любой возникшей проблемой здесь помогут справиться быстро. Стоит только обратиться. И вариантов для этого достаточно. Колд-центр, сообщения группы в социальных сетях, открытая группа КФУ и горячая линия. Эльвина Минабудинова, Никита Акиншин. КФУ. Итоги недели. 630 бюджетных мест предоставлено в этом году Институту филологии и межкультурной коммуникации КФУ. 465 бюджетных мест выделены федеральным бюджетом. Остальные идут по заказу правительства республики. В основном это педагогические направления. Студенты, которые будут обучаться по программам, финансируемым из регионального бюджета, смогут получать стипендию в размере 15 тысяч рублей. При этом Институт филологии получил квоты для обучения выпускников из других регионов России. Набор будет проходить совместно со Всемирным конгрессом Татар. И это будут программы также в области педагогического образования. Так, в регионах будет сниматься часть кадровых проблем с будущими учителями. Всего в этом учебном году в Институте филологии и межкультурной коммуникации обучение пройдет по 35 программам. Это один из самых интернациональных институтов в составе КФУ. Почти каждый четвертый студент из зарубежья в университете учится именно здесь. Его выбирают граждане из 30 стран мира. Почему он пользуется большой популярностью среди иностранцев и какие направления они выбирают, узнала Софья Орлова. Прогресс в любой сфере возможен только благодаря коммуникации. Компании договариваются о сделках, ученые сообщают миру об открытиях. Преподаватели обучают студентов новым знаниям. Россия – страна, которая постоянно развивается в сфере внешнего бизнеса и политики. И переводчики – именно те люди, которые позволяют наладить грамотную коммуникацию. За последние пять лет количество иностранных студентов в Институте филологии КФУ выросло в пять раз. Лет пять назад у нас обучалось около 300-400 студентов. В настоящее время это уже более полутора тысяч студентов. Этот факт сам за себя и говорит. Наши программы, они востребованы. В Институте филологии и межкультурной коммуникации обучают будущих переводчиков и преподавателей – английского и русского. Будущим преподавателям важно не только самим знать язык, но и понимать, как обучить новому языку других. Даются не только теоретические знания в области русского языка, но еще методические, то есть технологии. Ведь методика отвечает на три вопроса – что изучать, как изучать и с какой целью изучать. И исходя из того, какова аудитория, это студенты тюркских стран, это студенты европейских стран, это африканские студенты, каждому из них будет свой подход и своя методика обучения русскому языку как иностранному. В институте филологии обучают по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Подать документы на обучение в Казанском федеральном можно уже сейчас. Приемная комиссия продолжает работать до августа. Что касается вступительных испытаний и подачи документов, хочу сказать, что уже в марте месяц была открыта система «Буду студентом». Это онлайн-система, где наши иностранные студенты имеют возможность подавать заявления и документы и уже участвовать при сдаче экзаменов. Три высшие школы являются основой института филологии. Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого, Высшая школа национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая и Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Пудуэна де Куртене. Последние 80% студентов – иностранцы. Они изучают русский и английский языки. Дуан из Китая сейчас учится в магистратуре. Говорит, что самое сложное в начале обучения вовсе не само обучение. В нашей группе студенты из разных городов, из разных культур, из разных стран. Так что в самом начале я бы считала, что это будет очень трудно, чтобы стать частью в этой группе. Но сейчас я думаю, что все студенты в нашей группе очень добрые, очень умные и тоже всегда очень хотят помогать друг другу. Здесь было легко адаптироваться. Ты можешь много общаться с преподавателями и студентами, посещать музеи. Здесь хорошая атмосфера и отзывчивые, дружелюбные люди. Также говорит про студентов Казанского федерального университета и студентка из Йемена. Амбрар. Не было сложно. Здесь все мне нравится. Здесь люди очень дружные. В высшей школе национальной культуры и образования имени Габдулутука обучение проходит на татарском. Кроме будущих учителей и переводчиков, здесь обучают журналистов и пиар-специалистов. Тоже на татарском. Специалисты со знанием татарского языка сейчас особенно востребованы в республике. Кто-то из студентов еще не определился с выбором будущей профессии. Другие уже точно знают, что будут делать после окончания учебы. Давид из Узбекистана. Сейчас он только на втором курсе, но уже точно решил остаться в Казани и обучать английскому. После окончания бакалавриата я хочу открыть свою школу. И на данный момент я пробую в качестве педагога в разных школах, чтобы понять всю суть изнутри. Шахназа еще не решила, в какой стране она хочет работать. Остаться здесь, вернуться в Туркменистан или уехать в новое место. Но уже точно знает, что хочет делиться своими знаниями. Конечно, я планирую работать учителем, но пока еще не решила, где я буду работать. Но, конечно, это, наверное, будет место, где будет много перспективы на свою жизнь, где я могу развивать свои коммуникативные навыки, а также развивать себя, чтобы достичь много своих целей и амбиций. Знания иностранных языков, технологии обучения и опыт по общению с людьми разных национальностей. Навыки, которые помогают обмениваться опытом и знаниями со всем миром. Марика Мухаммед-Ламин из Мали. Аспирант Института филологии. И сам преподает студентам английский. Знание многих языков значит, что ты можешь разговаривать с разными людьми, читать разные книги и расширять свои границы. Вот поэтому я выбрал лингвистику, обучение разным языкам и возможность помогать людям. Знание иностранных языков бывает необходимо не только в науке, бизнесе или школе. Представителям власти также необходимо знание. Главным образом наши выпускники работают в системе образования. Они успешно трудятся в органах государственного и муниципального управления в своих странах. Они трудятся в представительствах дипломатических служб. Работают успешно в средствах массовой информации. В современном мире страны не могут замыкаться на самих себе. Обмен знаниями, ресурсами, технологиями – то, что ежедневно двигает нашу жизнь вперед и делает ее лучше и качественнее. Но это возможно только если мы можем понять друг друга и говорить на одном языке. Софья Орлова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Лицеисты Казанского федерального университета стали лауреатами международного конкурса молодежных проектов в области медицинской реабилитации. Жюри по достоинству оценила проект «Многофункциональная реабилитационная смарт-палата». О ней мы рассказывали в одной из наших программ. Ребята оборудовали действующую в седьмой Казанской клинике палату специальным комплексом, который помогает пациенту выполнять базовые бытовые действия с помощью движения глаз. И таких победителей разных конкурсов и олимпиад в лицее имени Лобачевского немало. Здесь учатся ребята, которые поступают в лицей на конкурсной основе. Каковы результаты прошедшего учебного года и каковы критерии набора новых лицеистов? Мы поговорим с директором образовательного заведения Еленой Скобельциной. Здравствуйте, Елена Германовна. Здравствуйте, Словат. Как завершился учебный год лицея имени Лобачевского? Понятно, что все результаты ЕГЭ еще неизвестны, но тем не менее я знаю, что уже есть первые стабальники. Да, конечно. Во-первых, практически все наши лицеисты экзамены уже сдали, потому что профиль нашего лицея, естественно, научный, математика, информатика. Любимые предметы лицеистов – физика, химия, биология, математика, информатика, как я уже сказала. И в основном экзамены по этим предметам уже завершены. Тем не менее, результаты мы ждем. А вот что касается результатов по обязательным ЕГЭ по русскому языку и математике, они радуют. По русскому языку средний балл составил 82, два стабальных результата. По математике 80 баллов наш средний балл по профилю и 5 баллов по базе. 8 наших лицеистов достигли практически максимальных результатов – 99 баллов по математике. Но, к сожалению, элементарные ошибки, какая-то невнимательность, может быть, излишняя самоуверенность наших лицеистов не позволила им получить те самые 100 баллов. Но 99 – это отличный результат. 60% участников ЕГЭ по математике получили свои результаты от 80 до 99 баллов. Я считаю, что это отличный результат. Всего в этом году мы выпускаем 96 ребят, которые, я надеюсь, прославят наших лицей. И своими достижениями в том, что они поступят в лучшие вузы Российской Федерации. Надеюсь, что больше 50% из них останется в Казанском Федеральном Университете. Точно знаю, что остаются химики, физики, биологи, экологи. Эти ребята пополнят ряды студенчества и, я уверена, прославят его в дальнейшем. А в каких проектах, может быть, разработках отличились в этом году лицеисты? Вот, например, я помню, что мы в нашей программе зимой рассказывали о ребятах, которые разработали собственную, так скажем, программу, медицинскую автоматизированную, роботизированную палату. Да, это Бодров Карима и Зинудинов Артемий. Они удостоены, кстати говоря, дипломов победителей международного конкурса именно в области медицинской реабилитации. Кроме этого, наши ребята успешно выступали с своими проектами и на WorldSkills соревнованиях, и показали свою готовность к предпринимательской деятельности именно там, и заслужили дипломов победителей на Республиканской Олимпиаде по экономике. И я думаю, что проекты наших ребят, которые они разместили в интернете, которые они представили сообществу, в том числе родительскому сообществу, университетским экспертам, ученым, они также заслуживают интерес. Перечислите их, я до вечера могу перечислять. Ну, переходим сейчас уже к новому набору, да, знаю, что он уже состоялся. Как правило, конкурс на место, вот, насколько я помню, мы с вами в прошлом июне встречались, вы говорили 7-8 человек на место. А какая картина в этом году, и как вы качественно оцените новых лицеистов? В этом году конкурс составил также 8-9 человек на место. Мы принимаем в шестые классы, три шестые класса набираем, и один седьмой класс новый. Качественный состав вновь принятых лицеистов заставляет наш педагогический коллектив еще больше взбодриться и, так сказать, усовершенствовать свое педагогическое мастерство, потому что только в шестые классы поступили 35 человек, имеющие дипломы победителей и призеров Республиканской Олимпиады по математике. То есть это дети с особыми образовательными потребностями, они заинтересованы в своих достижениях, и, конечно же, все остальные ребята, тоже пройдя такой высокоуровневый конкурсный отбор, я полагаю, что уже готовы к обучению в лицее по самым, что ни на есть, серьезным программам, которые в нашем лицее реализуются. Расскажите, пожалуйста, о преимуществах лицея по сравнению со своими конкурентами, да, именно в связи с тем, что он находится при Казанском федеральном университете. Ведь сейчас куча различных рейтингов в школах, это и СМИ делают, и различные ведомства. Но при этом, по сути говоря, один из главных результатов, это результаты ЕГЭ, и затем уже дальнейший трек развития выпускников показывает, что лицея имени Лобачевского-то держит марку. Спасибо большое, Салават. Но я хочу вас слегка поправить, потому что наш лицей не при Казанском федеральном университете, наш лицей является структурным подразделением Казанского приложского федерального университета с 2013 года. И, конечно же, вот такая связь, интеграция в структуру и в среду Казанского федерального университета создает особенности нашего образовательного процесса. Мы считаем, что это образовательный кластер лицея имени Лобачевского и Казанский федеральный университет, который реализуется благодаря синхронизации программ именно общего образования и высшего образования. В чем суть? Все другие школы и вузы реализуют свое взаимодействие, свое сетевое, как это можно говорить, взаимодействие, но ориентируясь на то, что готовят абитуриентов, которые, возможно, сдадут с высокими результатами ЕГЭ, и в этом, собственно, участие вузов в деятельности школы и в жизни будущих студентов завершается. Мы же реализуем такую практику. Мало того, что университет принимает большое участие в развитии, в создании образовательной среды, особенной образовательной, академической образовательной среды, так еще и мы реализуем программу практической подготовки будущего педагога. На базе нашего лицея, как производственной площадки, реализуется проект «Студент-ассистент-учитель». И педагогическую практику студенты Казанского Приворского Федерального Университета проводят не формально присутствуя на уроках, или, например, дав один-два урока, просто так набис в присутствии своих руководителей из вуза, а они действительно погружаются в образовательную среду, вместе с учителем готовят разработку сценария урока, вместе с ребятами достигают каких-то значимых результатов, вместе с учителями организовывают пробные ЕГЭ и ОГЭ, собственно, что является основанием для достижения высоких результатов уже на этапе государственной итоговой аттестации. Одним словом, студент погружается в свою профессиональную деятельность, и я считаю, что это выгодно и студенту, и, конечно же, лицею, и, прежде всего, ученику, потому что для ученика индивидуальная тютерская поддержка может быть организована. Кроме этого, наши лицеисты, наблюдая за работой студентов-ассистентов, влюбляются в профессии учителя, и я очень надеюсь, что некоторые из них самые лучшие, самые активные, самые мотивированные, действительно, потом свяжут свою жизнь с профессией учителя. Сегодня, кстати говоря, в нашем лицее 13 выпускников, вот такое счастливое число, уже работают и ведут педагогическую деятельность, и уже есть учителя-тренеры олимпиадной подготовки, и у них замечательно все получается. Кроме того, это не просто выпускники Казанского федерального университета, это сегодня аспиранты, это будущие ученые, которые ведут свою новую педагогическую деятельность, именно зная практику с детства, а ведя научные исследования в этой области, уже будучи студентами, ассистентами, имея в этом плане тоже опыт. Большое вам спасибо за такую интересную и содержательную беседу, ну и желаем удачи. Спасибо. При охране здоровья человека создана научно-исследовательская лаборатория «Клиническая физиология сердца». Магистранты смогут работать на новейшем оборудовании лаборатории, осваивать самые современные методы обследования сердечной деятельности. Отметим, что Институт фундаментальной медицины и биологии пользуется большой популярностью среди абитуриентов из России и зарубежья. Это и понятно, ведь здесь не только высокое качество образования и среди преподавателей лучшие специалисты республики в разных областях здравоохранения. Это еще и уникальная лабораторная научно-исследовательская база, симуляционные, клинические и фармацевтические центры. Это позволяет вести научную работу на протяжении многих месяцев и лет, в том числе и совместно с коллегами из других вузов. Таким примером может служить разработка ученых в области эффективной борьбы с кандидозом. Это патогенный грибок весьма коварный. Инфекции, в которых он участвует, опасны для людей, особенно со сниженным иммунитетом. А препараты, которыми от него можно избавиться, в основном неэффективны. Как казанские ученые подошли к проблеме, расскажет Эльвина Минобутинова. Кандида Альбиканс – близнетворный грибок, возбудитель множества поверхностных и внутренних инфекций. Грибок устойчив к большинству современных противогрибковых препаратов. Лечить кандидоз приходится дорогостоящими лекарствами. При этом гарантии, что пациент полностью избавится от болезни, нет. Дрожжеподобные грибы вырабатывают устойчивость к лекарствам. Даже к самым современным приходится создавать все новые медикаменты. Собственно говоря, антибиотики работают по этому принципу. То есть они затыкают какие-то активные карманы. Лекарства против кандиды существуют. Но большинство из них обладают побочными действиями и токсичными свойствами для организма человека. Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ занимаются поиском мишени. Определенных мест в структуре кандиды. Мишень – биополимер. С ним взаимодействует лекарственное вещество. Их поиск необходим для разработки препаратов, способных воздействовать на человеческие белки, не разрушая их. Мы занимаемся изучением синтеза белка у патогенных микроорганизмов. И ищем какие-то тонкие отличия в строении аппарата синтеза белка в клетках. С тем, чтобы для вот этих вот специфических вещей можно было разрабатывать новые ингибиторы, которые называются антибиотиками. Рибосома – макромолекулярная фабрика. Ее функция – синтез белка. Сравнив трехмерную структуру рибосомы кандиды и других высших организмов, ученые выявили отличия в строении функциональной области. Именно это может стать рычагом для разработки противогрибковых препаратов. Наша задача в этом проекте – найти такие мишени в аппарате белкового синтеза кандиды, которые были бы резко отличались от человеческих. Собственно говоря, вот эти большие различия в этих мишенях, мы надеемся, позволят разработать селективные лекарства против кандиды. Необходимость поиска белкового синтеза, отличного от человеческого, объясняется близостью клеточного строения кандиды. Антибиотики внутри организма будут подавлять процесс синтеза белка как человека, так и болезнетворного гриба, объясняют ученые. Кандида сама по себе, она является нашим нормальным сибиомтом, но в случае ослабления организма, соответственно, она развивается уже как заболевание, как настоящая инфекция. И одна из очень больших сложностей в борьбе с кандидой – дело в том, что ее белковый аппарат, ее аппарат синтеза белка, он очень похож на человеческий. Поэтому очень сложно выбрать селективные лекарства. То есть в той или иной мере они будут токсичны и для человека тоже. Есть большая проблема в этом плане с тем, что большое количество обочных эффектов, ну и если говорить про кандидоальбиганс, это патоген, который вызывает большое количество различных инфекционных заболеваний, так называемые кандидозы, различные поверхностные инфекции. Вообще этот организм, он так называемый скаминальный, он живет с человеком и в принципе не проявляет свои патогенные свойства. Кандида или по-другому дрожжеподобные грибы имеют свойство активно распространяться на различных поверхностях. Размножается грибок на слизистых внутренних органов, кишечники, пищеводи, легких. Это может привести к сепсису, общему инфекционному заражению организма. В зоне риска находятся люди со сниженным иммунитетом. Вся внутренняя микрофлора убивается в кишечнике человека. И вот первым, кто восстанавливается на этом выжженном поле, происходит кандидоальбиганс. И она не дает уже потом обратной микрофлоре восстановиться. В исследовании использовался метод криоэлектронной микроскопии. Это получение снимков молекулы в разных проекциях. Заморозить раствор молекул, рассмотреть получившиеся кристаллы воды. Принцип работы микроскопии простым языком. Быстрая заморозка позволяет молекулам застыть в существующем положении. И почти не портит биологическую структуру молекулы. Позволяет увидеть ее в том виде, в котором она работает. Исследование ученых КФО осуществляется совместно с Казанским научным центром МФТИ и учеными из Франции и Нидерландов. Проект поддержан грантом Российского научного фонда. И рассчитан на 4 года с возможностью продления еще на 2 года. Для каждого из коллективов сумма гранта составляет по 6 миллионов рублей. Эльвина Минабуддинова, Андрей Багуддинов. КФУ «Итоги недели». Далее вас ждут другие новости. Через пару минут вернемся ко второй части программы. Изменение экономического и технологического уклада вынуждает всех изменить свои взгляды, соответственно, перестраивать учебные процессы, учебные программы. КФУ презентовал передовую инженерную школу. Как прошла защита? В отделе хранится редкий экземпляр произведения, которое называется «Аэроплан» или «Птицеподобная авиационная летательная машина». Подарившие человечеству свой гений. Почему в России так чтят изобретатели, и чей автограф хранится в отделе рукописей Казанского университета. Студенты и сотрудники Казанского федерального университета приняли участие в акции «Свеча памяти». Эта акция проходит ежегодно в День памяти и скорби. В Казани участники зажгли свечи, а затем возложили цветы к памятнику неизвестному солдату в Парке Победы и почтили память погибших минутой молчания. Часть студентов в акции принимали участие впервые. И, по их словам, это оставило неизгладимое впечатление на них. Зажженные в этот день свечи символизировали память о каждом погибшем в ходе боевых действий 1941-1945 годов. Свеча – символ памяти. Зажечь виртуальную свечу может каждый желающий. Есть сайт акции. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. КФУ готов создать передовую инженерную школу для сферы автомобилестроения. Об этом стало известно во время защиты проекта Казанского университета в ходе конкурсного отбора программы «Передовые инженерные школы». Она состоялась в Москве. На защите присутствовали вице-премьер республики Лейла Фазлеева, исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский, заместитель генерального директора КАМАЗа Эрик Гумеров. Заслужил презентацию глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Ведущие университеты Мира тоже вынуждены перестраиваться, потому что изменение экономического и технологического уклада вынуждает всех изменить свои взгляды, соответственно, перестраивать учебные процессы, учебные программы. Ничем не отличаемся. Мы такие же. Или они такие же. Они тоже создают свои пиши и стремятся, так сказать, получить новый рывок во всяком случае в рамках глобальных инженерных задач индустрии 5.0. Это неизбежно. КФУ и университет имени Шахида Бихишти подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась во время визита делегации государственного иранского вуза и посольства Исламской Республики Иран в России в Казанский федеральный университет. Цель меморандума – развитие международного сотрудничества и укрепление контактов между вузами в области образования, науки, исследований и технологий. Спасибо вам огромное за гостеприимство. Мы сегодня ознакомились с вашей историей, узнали о знаменитых личностях, которые обучались в вашем университете. Отрадно, что иранские студенты выбирают для получения образования именно Казанский университет. В КФУ подвели итоги реализации молодежной политики и воспитательной деятельности за уходящий учебный год. Поздравил коллектив и самых активных участников молодежного движения, исполняющий обязанности ректора Дмитрия Таюрский. Сегодня в КФУ действуют более 100 студенческих общественных организаций и объединений. Творческие коллективы, спортивные секции по различным видам спорта, научные кружки и интеллектуальные клубы, студенческие медиа институтов, юридического факультета и собственный телеканал. Казанский федеральный университет является несомненным лидером в области молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания. И свидетельство тому была та небольшая выставка в холле, где мы видели все призы, грамоты, подарки, которые были завоеваны вами, дорогие наши студенты, вашими руководителями, наставниками. Очередная делегация проректоров вузов Узбекистана прошла курсы повышения квалификации в КФУ. Напомним, они проводятся по программе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, что предполагает не только аудиторные занятия, но и посещение институтов Казанского университета, общение с учеными. На бережно-челнинском филиале КФУ прошла ночь науки. Это научно-просветительский проект университета. Он в очередной раз собрал школьников и их родителей. Для них прошли лекции, мастер-классы, среди которых были химическое шоу, ледяной праздник, физика света, опыты по занимательной механике, загадочная криминалистика и другие. Ну здесь достаточно разноплановые есть вот эти вот мастер-классы и по физике, и по химии, да, там что-то они расплавляли, какую-то пластмассу по информатике, дизайн, моделирование. Тут очень интересно, программирование, всякие науки. Культуре отмены России за границей будут противостоять около сотни русских домов в 80 странах мира. И делать они будут это с помощью социальных сетей. Так русские дома начнут информировать русскоговорящее сообщество о общественно значимых процессах в нашей стране. Инфоресурс будет реализован на базе инфраструктуры Центра «Диалог», одним из руководителей которого является выходец из Татарстана, выпускник Казанского университета Ленар Файзудинов. По его мнению, государство с точки зрения сегодняшних вызовов обязано быть активным в интернете на всех уровнях, и с точки зрения закона, и духа времени. Поэтому в условиях отмены русской культуры необходимо доносить объективную информацию до соотечественников по всему миру. А о том, какие новости были предпочтительнее комментировать моему коллеге Леониду Толчинскому, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Собственно, тем неделя подарила нам массу, вокруг которых кипели и кипят страсти. Но позволю себе продолжить то, о чем сказал Салават только что. Мысль о том, что необходимо интенсифицировать работу русским домам в зарубежье для продвижения национальных интересов России, безусловно, споров не вызывает. Однако позволю только на одних вопросах построить небольшую линию скепсиса по поводу заявленного. Итак, получится ли и в целом верен ли подход, когда контент и платформенные решения будут определяться в некоем едином центре? Каждая страна, в которой работают русские дома, трос сотрудничества, имеет бесконечное число своих особенностей. И, простите, подводных камней, которые создают специфику в вопросе, какой и как контент направлять там на русскоговорящее население. Здесь масса вопросов уже в самом определении русскоговорящие. Не все они изначально одинаковы по отношению к нашей стране, и, следовательно, контент для них должен быть в принципе разный. Одни никогда не были в России, и их связывает с ней история предков. Другие покинули ее в ненависти. Третьи в поисках просто удачи по приглашению значимых работодателей. Одни уже окончательно интегрированы в свои новые родины, а другие мечтают вернуться в Россию или попытать счастье в третьей стране. Теперь про особенности стран. Контент, приемлемый для Азербайджана, может в корне не подойти для Армении. Приемлемое в Узбекистане мало подходит для Туркменистана, не говоря уже об особенностях работы собственной интернета в последней стране. Почему речь идет только о неких русскоговорящих? А как быть с продвижением в целом нашей страны, например, используя культурную повестку, среди коренных граждан соответствующих государств? Как быть с учетом разной степени доверия к различным платформам в странах, определением целевых аудиторий, что ориентированы именно на ту или иную платформу? Как не попасть в засаду, например, в которую угодили в собственной стране, заигравшись в политический телеграм, который всего лишь важный, но исключительно межелитный канал общения и споров, а основное население в целом вне телеграм-контекста? Как быть с учетом нюансов законодательства по медиа, когда в каждой конкретной стране оно не совпадает? А еще и как учесть и предугадать поведение основных медийных платформ, где владельцы самостоятельно принимают решения о возможности блокировки в любой момент всего, что им покажется неуместным? Как быть с нейтрализацией весьма сильного инфопотока, что создается в ряде стран нашими вчерашними соотечественниками, но придерживающимися радикально антироссийских настроений? А ведь они заметны в условных диаспорах и далеко не безбедные. Серьезные вопросы кадровое обеспечение русских домов. Ведь информ работу не могут вести случайные люди, неподготовленные, не обладающие интегрированными знаниями в области медиа и в сфере дипломатии и в области понимания внутренних процессов в данной стране. И если сейчас у Россотрудничества такая плеяда сотрудников, или все, как я вначале предположил, будет вестись централизованно, ну тогда прощайте деньги и время, а результата все равно не будет, но появятся красивые отчеты. В конце концов, позволю себе главный вопрос на заявление руководства Центра «Диалог». Как сформировать целостную и системную информационную политику в инородном информационном поле, когда таковой нет в собственной стране? Вообще, в последние недели складывается ощущение, что многие реально злободневные проблемы и задачи пытаются решить по-старому, традиционными громкими заявлениями и уже привычными механизмами в работе. Но ведь сколько говорится, что по-старому больше не просто не будет, не получится. Можно ли решить ту же проблему тотальной обмены русского мира неким потоком в соцсетях через русские дома? Не исключаю, что это может быть фрагментом какой-то большой, системной, радикально обновленной работы нашей страны с населением в зарубежье, в том числе и с русскоговорящим. Но про такую работу никто ничего не говорит. Идут только споры, дискуссии и такие вот шумные заявления с явно нешумными результатами. Словом, хорошо, что в повестке задача информационной работы в зарубежье прежде всего с теми, кому русская, российская не чужда, обозначилась. Но путей решения, давайте признаем, пока системных так и не появилось. Такие дела. Всего доброго. В последнюю субботу июня в России отмечают особый день, о котором мало кто знает, но пройти мимо него мы, как представители университетского сообщества, не могли. Это день изобретателя и рационализатора. Впервые эту дату ввели в конце 1950-х годов. Между прочим, в России изобретены многие технические средства, изменившие ход истории человечества. Это паровая заводская машина, электротелеграф, гальваническая копия, радиоприемник и многое-многое другое. Имена многих рационализаторов и ученых навсегда будут составлять золотой фонд российских изобретателей. Среди них, конечно же, и имена ученых Казанского университета Лобачевского, Бутлерова, Зинина, Завойского, Читаева, Вишневского, Альтшулера и других. А о том, как в отделе рукописей КФУ сохранилась памятная книга с автографом Циолковского, выяснил Амир Ахтямов. Каждый год в последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. Праздник был введен в конце 50-х годов прошлого века по предложению Академии наук СССР и отмечалось ежегодно в последнюю субботу июня. Правда, официальный статус в СССР этот день получил лишь спустя два десятилетия. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года он был закреплен как Всесоюзный День изобретателя и рационализатора, а затем подтвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года. Первоначально праздник представлял собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год и отбирала лучшие. Отличившихся изобретателей награждали и вручали государственные награды, давали звания. С течением времени праздник потерял свое первоначальное значение, став просто профессиональным праздником изобретателей и рационализаторов, трудящихся на благо Родины. Мы в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета и нам предоставили две научные работы Константина Циолковского. Первое произведение называется «Звездоплавателем». Оно было выпущено в 1930 году в Калуге. Второе же исследование мировых пространств реактивными приборами. Оно было выпущено также в Калуге, но уже в 1926 году. Помимо этого, в отделе хранится редкий экземпляр произведения, которое называется «Аэроплан» или «Птицеподобная авиационная летательная машина». Данный экземпляр хранит автограф писателя, а именно написано Казанскому университету от автора Циолковского. 1895 год. Целью данной работы является анализ птицеподобного летательного аппарата, изучение профиля крыла и возможности его реализации в жизни. Также планируется создать и отработать алгоритм расчета, анализа различных профилей, крыльев и фюзеляжей с самолетов с помощью готового программного комплекса «САПР», способного моделировать течение газов. Для этого необходимо определить оптимальные начальные условия расчета, шаг интегрирования, размеры сетки и количество расчетных ячеек для получения наиболее точных результатов при минимизации времени расчета. Где был бы мир без изобретений? Можно ли представить инновации без идеи? Представьте себе жизнь без домов, одежды, музыки и даже без членораздельной речи. Таков был мир без изобретений, которые изменили течение истории. Сейчас он продолжает отмечаться в стране и по-прежнему в последнюю субботу июня, но, к сожалению, не с прежней широтой. Хотя в этот день специальная комиссия при Российской Академии наук, как и прежде, представляет список наиболее выдающихся изобретателей на звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ. Итоги недели. Ученый должен идти по непротаренным путям, несмотря на препятствия, утверждал Николай Иванович Лобачевский, великий геометр и легендарный ректор Казанского университета. Верим в успех наших коллег-ученых. Желаем новым студентам КФУ брать самые лучшие знания и практики от преподавателей университета. Мечтайте, дерзайте. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин